Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем программу «Торгуем с FIBA Group». С нами сегодня начальник отдела аналитики компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, добрый день! Да, здравствуйте, Игорь! Чем посоветуете сегодня позаниматься? Что дает нам торговую идею? Сегодня надо было нам встретиться с вами часика 2 назад. Была очень хорошая точка входа по евро-доллару. Ну, собственно, мы все прекрасно знаем, что буквально через 28 минут будут опубликованы данные по ВВП Канады. Прогнозы негативные. Скорее всего, в принципе, мы должны прекрасно понимать, что они такими же и будут, но фактические данные. Возможно, даже будут хуже. Если будут хуже, для нас это только лучше. Почему? Потому что все, в принципе, сейчас активно продают канадский доллар в пользу доллара США. Естественно, валютную пару доллар США и канадский доллар активно покупают. Если же данные по ВВП Канады окажутся хуже предыдущего значения, хуже прогнозируемого значения, мы увидим дополнительную поддержку для покупателей данной валютной пары. Чуть позже перейдем с вами на график цены, посмотрим техническую составляющую. Ну и, собственно, более детально хотел бы поговорить о том, какая ситуация действительно сейчас в Канаде, почему я, в принципе, активно набираю на любых, абсолютно на любых коррекциях данной валютной пары, набираю длинные позиции. Я уже неоднократно об этом говорил. В принципе, и в данной передаче рассказывал о том, что сейчас держу длинные позиции. Потому что, на самом деле, канадская валюта очень сильно отображает в себе стоимость нефти, стоимость газа, собственно, стоимость товарно-сырьевых ресурсов, которые она активно продает. Поэтому мы видим снижение индекса товарно-сырьевой корзины, как следствие снижения стоимости канадского доллара. Также сегодня будут опубликованы данные с открытием американской торговой сессии по индексу Chicago PMI, ну и, естественно, по потребительскому индексу от университета Мичиган. Прогнозы для экономики США достаточно оптимистичные, поэтому есть негатив с Канады плюс положительная статистка из США. Достаточно неплохой драйвер для роста валютной пары доллара США, канадский доллар. Но перед тем, как перейти на данную валютную пару, предлагаю начать, естественно, с валютной пары, с основной валютной пары. Именно с евро-доллара. Почему? Потому что буквально, ну, наверное, пару часов назад, там полтора часа назад появился хороший сигнал на продажу. Сейчас мы с вами начинаем с часового графика. Мы видим, практически протестировался уровень сопротивления 1.0990, достаточно значимый уровень сопротивления, неоднократно он ранее тестировался, мы видим, вот с этой стороны. Вот были тесты данного уровня сопротивления. Поэтому, в принципе, это был достаточно неплохой сигнал для открытия короткой позиции, где-то плюс-минус в 10 пунктов. С риском, ну, максимум до 20 пунктов. То есть риск можно было стоп-лонс выставлять на отметке, наверное, 1.10.10. При этом средняя цель уже ко вторнику, к среде, скорее всего, мы увидим отметку 1.0870. То есть при потенциале движения в 120 пунктов, может быть, в 110, у нас риск, ну, от силы составляет до 20 пунктов. Сейчас уже выходить несколько поздно, но я смотрю, что рынок несколько корректируется, если мы сместимся на более мелкий временной период, цена пытается вернуться. Если же мы увидим цену 1.09.75, можно, я думаю, разместить отложенный, с риском 25-30 пунктов можно входить в рынок. Я считаю, что это будет достаточно неплохая цель. Риск 25 пунктов, потенциал хода около 100-110 пунктов, это очень и очень хорошо. Это что касается основы валютной пары, валютная пара евро-доллар. Но более привлекательной, естественно, является валютная пара доллар, канадский доллар. Сейчас вы видите график на своих экранах. Я уже неоднократно говорил о том, что первая цель моя была уже достигнута на уровне 1.30. Я зафиксировал, естественно, прибыль, но рынок назад особо не пошел, поэтому я открыл еще две длинные торговые позиции. Первая на отметке 1.29.90. Это еще произошло у меня, сейчас скажу, 17-го числа. И вторую позицию я открыл буквально вчера, если не ошибаюсь, на отметке 1.29.00. То есть у меня на сегодняшний день две длинные торговые позиции с разницей в 90 пунктов, которые находятся уже сейчас в прибыльной зоне. Но цель по данным торговым позициям достаточно серьезная, это отметка по первой, которая открыта у меня на уровне 1.29.00, 1.33.50, по второй, которая на уровне 1.29.90, цель 1.34. Если сместитесь на месячном графике позиции, вы увидите, что где-то в этой области расположен достаточно значимый уровень сопротивления. Естественно, по мере укрепления пари, если оно такое произойдет, я буду защитно артиллероз попол смещать без убытка, но на сегодняшний день вот такая, собственно, ситуация. Если сегодня слабые данные выйдут по Канаде, мы сможем увидеть с вами импульс, и самое главное, чтобы день закрылся выше отметки 1.3100. Если мы закрываемся выше, любая коррекция, абсолютно любая коррекция, естественно, главное, чтобы она не произошла ниже отметки 1.2860, рассматривается у нас исключительно на покупку для набора длинной торговой позиции. Вот это что касается основных выжитных пар, которые на сегодняшний день нам дают качественные торговые сигналы. Конечно же, думаю, нам необходимо сместиться и на рынок нефти, который активно снижается. Также мы с вами его обсуждали, и обсуждали тест вот этой как раз отметки 38.2% по Фибоначи. Это уровень 49.50. Я неоднократно писал и в аналитике своей об этом уровне, что если нам не удается пробить, если будет откат ниже отметки 1.4860, то необходимо активно продавать. Собственно, что я делал, и коллеги, с которыми мы работаем, активно продают нефть. Трейдеры, с которыми я сотрудничаю, которых обучаю, также сейчас стараемся активно продавать нефть. На сегодняшний день сделка уже полностью без убытки, точнее в нуле. Там на два спреда все на все риск. Мы ждем первой цели. Ну, естественно, минимум 1.4670, приблизительно 1.4680. Если мы достигаем этой цели, фиксируем 50% прибыли, остальное удерживаем далее, потому что цели на самом деле по рынку нефти достаточно серьезные. Как минимум где-то 1.46 долларов. Это первая значимая цель, потому что к 45 психологически будет сложно приблизиться, но думаю, 46, может быть, 45.80 мы с вами увидим. Это что касается нефти. Ну и, естественно, думаю, неправильно будет не рассмотреть голодом. Мы с вами сейчас видим такую некую консолидацию, некий боковичок, также ранее отмечал вот этот уровень сопротивления в 1.103 доллара. Говорит, что вот этот уровень необходимо продавать с очень и очень коротким риском. Собственно, те трейдеры, которые продавали, уже явно зафиксировали часть прибыли или всю прибыль. Ну и сейчас у нас есть возможность также открывать короткие позиции от уровня 1090 долларов. Риск смещается на более мелкий временный период. Мы видим, что это достаточно значимый уровень сопротивления. Рынок его пробил импульсивно вниз. Был такой то ли тест, то ли не тест. И это говорит нам о том, что, скорее всего, рынок не пойдет обратно. Естественно, риск мы выставляем до пару долларов. Если мы вернемся к отметке где-то в 1.089 долларов, мы сможем набрать короткую позицию достаточно коротким риском. Цели очень серьезные. На самом деле цель даже вот в тот минимум, который мы с вами видели, в 1.060 долларов, это не цель. Цель на самом деле там уже ближе, наверное, в 1.040 долларов, в 1.045 долларов. Но об этом уже говорить необходимо будет позже, потому что на самом деле долг – это среднесрочный цель. Сейчас есть возможность набрать среднесрочную короткую позицию. Первый – или с очень-очень коротким стопом. И при коррекции обратной к возврату в 1.100 долларов набираем более серьезную позицию. Или же мы сейчас набираем вот такую пирамиду, если мы возвращаемся к отметке в 1.098 долларов, или еще лучше – в 1.103 долларов. То есть сейчас есть возможность для набора короткой позиции, но среднесрочной. То есть цель, наверное, на 2-3 недели. Но все зависит от того, насколько ухудшаться ситуация будет в Китае, и, естественно, от того, насколько сильно будет купляться доллар в США. Вот это, в принципе, таки торговая идея как по валютному рынку, так и по товарному сырьевому. Ясно, Игорь Рабан. Спасибо большое. Если нажмете «Остановить демонстрацию», то она остановится. Спасибо. Сейчас попробуем это все запустить. Ну, действительно, главное для себя. Я так понял, что до 15.30 лучше в рынок все-таки не соваться, я так понимаю. Ну, почему же? Я не думаю, на самом деле, что сегодня будут прям, знаете, феноменальные ценовые движения, потому что степень важности тех новостей, которые будут сегодня опубликованы, ну, она такая средняя, скорее. И поэтому, может быть, будет вынос в одну-другую сторону, знаете, пункта до 30. Если мы говорим о валютном паре, к примеру, евро-доллар, то скорее я бы склонялся к продажам. Можно даже выставлять отложенник на 1.0985, постараться взять короткую позицию, если будет вынос туда, с риском буквально на 15 пунктов. 15 пунктов – это достаточно короткий риск, при том, что цель, но достаточно неплохая, считаю. Поэтому, в принципе, можно попробовать и так сработать. Но это уже все зависит от торговых интересов, торговой стратегии каждого трейдера. Я уже набрался в короткую позицию, стою в селинском с небольшим, поэтому ждем, посмотрим. Хорошо, всем удачи, и действительно готовимся к американской сессии. Спасибо большое, Роман, удачи вам. Да, до свидания. Спасибо, до свидания.